Кто из нас не любит поспать? Согласно клиническому психологу Майклу Бреусу, который специализируется на расстройствах сна, в мире существует 4 типа людей – это дельфины, львы, медведи и волки. Категория, к которой вы относитесь, определяется вашим внутренним биологическим ритмом, основывается на режиме сна и типе личности. Итак, начнем с дельфина. Это осторожный, умный невротический интроверт, который избегает рискованных ситуаций и стремится к совершенству. К этому типу относятся люди, которые просыпаются не отдохнувшими и остаются вялыми до вечера. Активнее всего они ночью, а их продуктивность повышается рывками в течение дня. Как и настоящие дельфины, которые спят только одной половиной мозга, люди-дельфины обладают чутким сном. Они могут много раз просыпаться и склонны к бессоннице из-за тревожности. Дельфины лучше работают в одиночку, чем в команде, и еще они не склонны к конфронтации. Хронотип людей-львов отличается оптимизмом, стабильностью, практичностью и ответственностью. Они не останавливаются на достигнутом, отдают приоритет здоровью и физической форме. Что касается сна, то львы, пташки ранние. Они рано встают, но уже к вечеру чувствуют себя уставшими и легко засыпают. Наиболее активны они в полдень, а наиболее продуктивны утром. Как и львы в природе, которые просыпаются до рассвета, чтобы поохотиться. Люди-львы также просыпаются рано и уже голодными. Но после плотного завтрака они готовы покорять поставленные на день цели. Они испытывают прилив энергии, когда сталкиваются с проблемами лицом к лицу. Недаром большинство руководителей и предпринимателей – люди-львы. Люди-медведи. Дружелюбные, открытые, но осторожные экстраверты. Они избегают конфликтов, стремятся быть здоровыми и отдают первостепенное значение счастью. Просыпаются в оцепенении, устают к середине или концу вечера, спят глубоко, но недолго. Полны сил и наиболее продуктивно, с середины утра до начала полудня. В природе, когда медведи не в спячке, они относятся к дневным животным, активны днем и отдыхают ночью. Люди-медведи предпочитают спать по меньшей мере 8 часов в сутки, если не больше. Утром просыпаются долго, медленно и так же, как и львы, голодными. Можно сказать, что медведи голодны все время и едят при любой возможности. Они обходительны, лишены драматизма и не будут плести интриги или винить других за свои ошибки. Ну и, наконец, волки. Импульсивные, творческие, подверженные переменам настроения. Эти люди стремятся к новизне и способны на риск. Первостепенное значение придают удовольствие. Их пробуждение тянется до полудня, но зато они не устают до середины ночи. Волки – личности непредсказуемые. Их злит, если другие воспринимают их как лентяев. Наиболее активны к 7 вечера. Наиболее продуктивны поздно утром или поздно вечером. В природе волки активны после захода солнца. Люди-волки также склонны к ночной жизни. Они не голодны после пробуждения, но становятся ненасытимыми ночью. Они склонны к переменам настроения и депрессии. Для чего нам все эти хронотипы, скажете вы? Разве вы не хотите знать свое самое продуктивное время суток?